Здравствуйте! Это в эфире Насталай для абитуриентов и с вами его ведущая Яна Зиновьева. Сегодня мы поговорим о поступлении в Институт управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Абитуриенты, также я напоминаю вам, что вы можете смело задавать свои вопросы в наш аккаунт Казанского федерального университета. А на ваши вопросы ответит руководитель Центра заочного и дистанционного образования Дашина Андрей Константинович. Здравствуйте! Добрый день! И также ответственный по вопросам приема Института управления экономикой и финансов КФУ Иленгоф Руслан Анатольевич. Здравствуйте! Добрый день! Начнем, наверное, мы с самого такого интересного вопроса. Это с какими ЕГЭ можно поступить к вам в институт? У нас спектр специальности очень большой, и поэтому почти все ЕГЭ мы принимаем. Самый основной – это русский язык и общество знания, математика. Это те ЕГЭ, которые позволяют поступить на экономику, менеджмент, госмуниципальное управление, торговое дело. Но кроме ЕГЭ основных уже второй год мы, как и все другие вузы России, принимаем по экзаменам альтернативным. Например, на экономике русский язык и математика они обязательные, а альтернатива обществознанию – это иностранный язык или география. На менеджменте русский язык и математика обязательные – общество знания или английский язык. Также мы принимаем с географией на географию и картографию, с химией мы принимаем на природообустройство и водопользование, с историей принимаем на туризм, гостиничное дело, то есть спектр ЕГЭ. Почти все предметы – это наши потенциальные абитуриенты. А есть ли у вас курсы подготовки для абитуриентов? Курсов подготовительных у нас нет. Мы благодарны коллегам, которые курсы проводят, но есть курсы центральные в КФУ – Кремлевская, 35, аудитория, 115. Я бы рекомендовал обратиться туда, но у нас своих курсов нет. Есть ли какие-то существенные изменения в правилах поступления, которые произошли в этом году? Есть одно изменение, и оно реально существенное. Даты немного поменялись, но они для абитуриентов, я не думаю, что они прямо так важны. Даты сдвинулись немного выше, то есть мы уже 7 августа прием на бюджет закроем, 9 августа. Но принципиально то, что абитуриентам этого года, скажу, наверное, не повезло в какой-то степени, это то, что, как и раньше, абитуриент обязан принести оригинал документа. Вот уже два года мы принимали по электронному заявлению согласия. В этом году мы возвращаемся к стандартному приему, то есть мы будем принимать у абитуриентов оригиналы документов для того, чтобы абитуриент мог стать студентом. Но в остальном, кроме этого, все остается по-прежнему. Принимаем заявление как в почтном формате, так и удаленно. Экзамены можно сдавать удаленно, можно приехать сдавать в КФУ. Это все остается по-прежнему. Принципиальное изменение – это необходимость подачи оригинала аттестата. Тут нам вопрос задают. Расскажите, пожалуйста, о заселении в общежитии иностранному гражданину после среднего профессионального образования. Застеление общежития – это вопрос в этом году немного посложнее, чем раньше. Мы не гарантируем, что все первокурсники получают кое-какое место. А на базе СПО или на базе школы вопрос непринципиальный. Жилищная комиссия после подачи оригиналов рассматривает условия каждого абитуриента и решение будет приниматься о предоставлении кое-какое место. Но все абитуриенты 100% к сожалению кое-какое место получить не смогут. А на какие направления был самый большой конкурс в прошлом году? Экономика, менеджмент, традиционно, эти два направления, которые всегда... Ну, если по-старому говорить, хотя, конечно, это немножко неправильно, столько человек на одно бюджетное место, но примерно 22 человека на одно место на экономике, на менеджмент. Госмуниципальное управление, конкурс высокий. Наверное, так. А какое количество баллов нужно, чтобы поступить на менеджмент? И сколько мест на платном обучении? На менеджмент в этом году прием 35 мест на бюджет. Кто владеет английским языком и кто планировал поступать на самую нашу дорогую программу, программа, которая реализуется совместно с Лондоном, экономика международного бизнеса, это, кажется-таки, в рамках менеджмента, в этом году там тоже есть бюджет. 15 мест – это первый раз, то есть для абитурентов это плюс огромный. А так на общий менеджмент проходной балл 267. И он год от года только растет, то есть понижения баллов пока не было. То есть мы предполагаем, что в этом году балл на прежнем уровне останется даже немножко, и есть шанс подрасти. То есть абитурентам нужно ориентироваться на такой балл. Это экономика 268, менеджмент – такие баллы. Тут вот нам опять вопрос задали. Что вы можете рассказать о формате обучения заочке? По заочке. Давайте я на этот вопрос отвечу, поскольку представляет центр заочного дистанционного обучения. Но, во-первых, хочу сразу внести некоторую ясность. Мы по привычке говорим о заочной форме обучения. Но нужно сказать, что начиная с 2021 года в Российской Федерации, когда вышли новые образовательные стандарты по ряду направлений, таких как экономика, менеджмент, социология, юриспруденция, заочная форма практически не предусмотрена. Почему практически? Потому что там есть оговорка, что по заочной форме обучения могут обучаться лица, получающие второе высшее образование. Понимаете, что это единицы, это практически уже форма сейчас, можно сказать, отмирает. Поэтому остаются две формы. Это очная и очно-заочная форма. Сразу хочу объяснить потенциальным абитуриентам, которые, может быть, по тем или иным причинам не могут, скажем так, обучаться по очной форме или хотели бы совмещать учебу с работой, что очно-заочная форма – это не вечерняя форма. Мы в институте постарались максимально ее адаптировать для студентов с тем, чтобы она, скажем так, была максимально приближена к заочной форме. Поэтому, если студенты, которые планируют, как я сказал, совмещать работу с обучением, придут, начнут подавать документы в наш институт, то они увидят по экономике и менеджменту по этим двум направлениям очно-заочную форму. Пусть это их не пугает, я объясню, как идет процесс обучения очень коротко. То есть в течение семестра по субботам мы читаем этим студентам лекции. Причем мы делим студентов на два потока. Студенты, проживающие в Казани, приходят в наши аудитории и слушают эти лекции, как говорится, в очном формате. Для иногородних и иностранных студентов мы используем чтение лекций с применением дистанционных технологий. То есть на площадке Microsoft Teams также по субботам читаются лекции. Причем там есть преимущество еще и в том, что эти лекции остаются в записи, если студенты по той или иной причине не могли просмотреть ее в онлайн-режиме, они могут потом в записи эту лекцию обязательно еще посмотреть и послушать. А дальше есть две сессии в течение учебного года. Это январь и июнь сроком по 20 календарных дней каждые, на которых проходят уже семинарские и практические занятия, сдаются за счеты экзамена. Эти сессии уже проходят в очном формате, хотя, опять-таки, для иностранных студентов, но по их заявлениям мы иногда используем и дистанционные технологии, в том числе по приему зачетов и экзаменов. Поэтому еще повторяю, заочную форму просто не ищите для таких направлений, как экономика и менеджменты, их просто нет сейчас в Российской Федерации, но вы можете поступить на очно-заочную форму и с успехом, как говорится, проходить обучение. Хочу также уточнить, допустим, по направлению гостиничное дело, есть заочная форма обучения. Это все в плане приема прописано, все это можно увидеть на сайте Казахского федерального университета. Нам задали вопрос, опять же, если человек не смог поступить на бюджет, сможет ли он подать на контракт? Нужно ли ему будет пересдавать экзамены или же баллы сохранятся? Экзамен сдается один раз в году, неважно при поступлении на контракт или на бюджет. То есть по конкурсу участвуем на бюджете, если не повезло, то уже дальше продолжаем участие в конкурсе на контракт. Пересдавать экзамены не нужно. А в случае недобора студентов на бюджетную форму обучения будет ли дополнительный набор? Такого в КФУ не бывает. Чтобы не загрелся бюджет, такого не было ни разу. То есть в КФУ очень высокий конкурс, поэтому доп. набора не было, и я думаю, что не будет. Можно ли узнать цену обучения по направлению государственное и муниципальное управление? Ну, конкретно госмуниципальное управление решим. Мы говорим о стоимости прошлого года. В этом году будет какое-то подорожание. В пределах 4-5% ежегодно повышается стоимость. Бюджетная инфляция. Да, на инфляцию. 160 тысяч на госмуниципальное управление. Ну, коли про стоимость, вилка. Вот говоря о обучении очном, Самое недорогое – это педобразование 133 тысячи. Дальше география, картография, природного устройства и водопользования 150 тысяч. Менеджмент, госмуниципальное управление, торговое дело 160 тысяч. И дальше экономика 180. И международный бизнес – это самая дорогая программа, которая уже в прошлом году за 200 перевалила. То есть 130-203. Вот такая вилка стоимости обучения в нашем институте. Есть ли у вас направления, на которых можно учиться дистанционно? Давайте я тоже отвечу. Да, мы достаточно давно используем дистанционные технологии в обучении. То есть это даже не было связано еще с известной, так сказать, пандемией коронавируса, когда многие к этому пришли. Мы начинали еще с 2018 года использовать дистанционные технологии в обучении прежде всего иностранных студентов. И на сегодня мы, в общем-то, активно их используем. Ну, еще повторяю, прежде всего в обучении иностранных студентов или, как я сказал, в очно-заочной форме. То есть речь идет о чтении лекций в дистанционном формате на площадке Microsoft Teams. Кроме того, преподаватели по своим дисциплинам разрабатывают так называемые цифровые образовательные ресурсы. То есть это электронный информационный ресурс, который включает в себя конспект лекции, задания для семинарских практических занятий, тестовые вопросы контрольные. И для иностранных студентов, в том числе, мы практикуем еще и прием контрольных точек, то есть промежуточные, так называемые, аттестации, то есть зачеты экзаменов, опять же, с использованием дистанционных технологий. Здесь речь идет, допустим, о сдаче экзаменов в системе прокторинг с автоматическим контролем сдачи экзаменов со стороны студентов. Поэтому дистанционные технологии в институте, в общем-то, используются очень активно и достаточно давно. Все слова прокторинг наверняка абитуриентам и незнакомы, но те, кто будет поступать по нашим экзаменам, кто закончил вуз, техникум, колледж или иностранцы, они все с прокторингом столкнутся. Это система, которая во время экзаменов контролирует процесс и процедуру проведения экзамена. Как вы поступали, как за вами следила камера, так же и проходят экзамены уже во время учебы. Вот прокторинг – это контроль во время экзамена со стороны компьютера. Куда можно обратиться для поступления иностранным гражданам и предусмотрено ли для них бюджетное место? Можно обратиться в приемную комиссию центральную, можно к нам обратиться. Мы открыты, бюджетные места есть, то есть граждане Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссии, Киргизии, Казахстан и Таджикистан. Они могут поступать на бюджет без каких-либо отдельных условий наряду с россиянами, сдаем экзамены. Граждане других государств могут поступать на бюджет по программе соотечественники. То есть нужно собрать пакет документов, которые подтверждают, что вы соотечественник и дают право поступления на бюджет. Но единственное имейте в виду, сначала вы подаете на контракт, вы в системе нашей появляетесь, потом собираем документы на признание соотечественника. И после успешного прохождения этой процедуры, вы уже в системе сможете контракт плюс подать на бюджет. Также по конкурсу баллов участвуйте на бюджет. Сдают вопрос, можно ли с очного обучения перевестись на заочное? Давайте я тоже отвечу. Перевестись, разумеется, можно, поскольку в законе образования предусмотрена возможность перевода студентов с одного направления на другое, с одной формы обучения на другую. Поэтому возможны переводы и с очной формы обучения на заочное, или очно-заочное, как я уже говорил, в том числе и наоборот. Единственный вопрос, о каком переводе речь идет. Если, допустим, студент претендует на перевод на бюджетную форму обучения, то там же необходимо, естественно, наличие такого свободного бюджетного места. Если речь вот о контрактном переводе, тогда, конечно, здесь, так сказать, перевод осуществляется проще. В ряде случаев при таком переводе возникает необходимость сдачи так называемой академической разницы, разницы в учебном плане, то есть отдельных предметов. Но такие переводы возможны. Да, вообще переводы поступил человек, допустим, на экономику, и понимает, что, ну вот, а там математики много, и понимает, что, ну вот, ну, оказывается, это не мое, оказывается, вот мне больше нравится менеджмент, тому и друг учиться. То есть на первом курсе переводы – это нормально, и это такое событие рядовое, изрядовое не выходящее. То есть свое мнение поменять через год, даже два, вполне можно. Да, вот если что-то говорить о сроках, я, Руслан Анатольевич, дополню, и через год, и через два можно перевестись, но сразу после поступления перевестись нельзя. По закону образования перевод возможен только после полной сдачи, успешной сдачи первой сессии. Да, да, да. Поэтому перевод возможен не раньше, чем после первого семестра. Также задают вопрос, нужно ли проходить какие-либо дополнительные экзамены помимо ЕГЭ? Если абитуриент поступает после школы, то доп. экзаменов нет. Но единственное, поступающие на международный бизнес должны пройти собеседование по английскому языку, дабы мы понимали, что он сможет там учиться. Дело в том, что эта программа полностью реализуется на английском языке. Поэтому мы собеседование проводим. А так, доп. экзаменов нет, конечно. Тут спрашивают опять. В прошлом году при поступлении в магистратуру был один письменный экзамен и одно собеседование. В этом году будет так же? Ну, собеседований у нас нет уже 4 года. То есть экзамен в магистратуру, он трехкомпонентный. Проходим тестирование. Или удаленно, или очно. Оно дает максимально 50 баллов. До дня тестирования абитуренты высылают к нам на почту письмо мотивационное. Оно максимально дает 20 баллов. И также до дня тестирования абитуренты высылают портфолио. Портфолио может дать до 30 баллов. То есть 50, 20, 30, суммально 100 баллов. То есть процедура при магистратуру в этом году не меняется. Такая же, как и в прошлом году, но без собеседований. Хотела бы узнать о поступлении граждан стран СНГ в ваш институт, конкретно на менеджмент. Когда начинается прием документов и какие экзамены нужно будет сдавать? В этом году прием документов стартует с 1 марта. С 1 марта уже можно подавать заявление. Это те, у кого есть аттестат или диплом в мае, уже стартуют экзамены. Поэтому вот-вот уже прием начинается. Кто заканчивает школу или колледж техникум в этом году, то как только получаете диплом, сразу же можно подавать документы. То есть прием с 1 марта и до октября, может быть даже и ноября. Как программы для поступающих после среднего профессионального образования отличаются от поступающих после школы? Во-первых, я хочу сказать, что выпускники, получившие среднепрофессиональное образование, выпускники техникум в колледже и других таких образовательных учреждений, они могут поступать не на базе ЕГЭ, а на базе внутренних вступительных испытаний, которые непосредственно сдаются в Казанском федеральном университете. Они сдают те же вступительные испытания, те же экзамены. То есть, допустим, если мы говорим об экономике, как уже сказал Руслан Анатольевич, это математика и русский язык, и выбор общества знаний или иностранный язык. То есть набирают также сумму баллов, и с этими баллами они участвуют в общем конкурсе, если претендуют на бюджетные места, вместе с выпускниками школ. То есть на таких же равных основаниях. Особенностью обучения студентов на базе СПО является то, что они могут претендовать на сокращенные сроки обучения. Но сразу могу сказать, что вот таких форм, которые иногда протекуются, поступлений, как говорят, на третий курс и так далее, такого нет, и такого быть не должно. Они зачисляются на первый курс, но затем принимается решение о возможностях обучения в сокращенные сроки. Это становится возможным с учетом частичного перезачета, частичной переаттестации, ряда дисциплин, которые они уже изучили в своем образовательном учреждении, в техникумах, колледжах. Это позволяет сократить срок обучения. Мы обычно предусматриваем на поочной форме обучения срок сокращать до 2,5 лет вместо 4 обычных, и по очно-заочной форме 3,5 года вместо 5. Но хочу подчеркнуть, речь идет о направлении экономикой. То есть, выпускники техникумов колледжа, естественно, могут поступать на любые направления, которые мы сегодня здесь озвучили, а вы видите, что спектр таких направлений в институте очень широкий. Но на всех других направлениях, кроме экономики, не предусмотрены сокращенные сроки обучения. То есть, они будут обучаться по обычному, как говорят, нормативному сроку. Но везде они могут сдавать вступительные испытания, не ЕГЭ. То есть, на менеджменте русский язык, математика, общество знаний или английский язык, кто поступает на экономику, русский язык, математика, могут сдавать экономику. Или в экономике бухучет, или финансовый кредит. Да, на выбор абитуриента. Кстати, кто поступает в высшем образовании, также в обучении могут претендовать на оскурение. Да, потому что бывают каждый год абитуриенты, которые хотели получить второе высшее образование, которые уже имеют высшее образование, не так сказать, других профилей. То есть, они тоже сдают внутренние вступительные испытания, точно так же, как и выпускники СПО. И мы, собственно, тоже их зачисляем на сокращенные сроки обучения, с учетом возможности перезачета ряда дисциплин из их диплома о предыдущем образовании. Кстати, выпускник СПО может и ЕГЭ сдавать. То есть, ему на русский язык может нам баллы ЕГЭ предоставить, а остальные сдавать у нас. То есть, любая комбинация на усмотрение абитуриента. Или может полностью подать по ЕГЭ. То есть, как абитуриент решит. Это именно выпускники колледжа, техникумов, училища, как мы говорим, выпускники СПО. Вас благодарят за ответ. И также хотела спросить, возможно ли в течение обучения перевести с контракта на бюджет? Я уже сказал, что переводы возможны любые, в том числе и с контрактной формы на бюджетную. Но здесь, опять-таки, главным условием является наличие свободного бюджетного места. Как вы понимаете, такое бюджетное место может появиться только в том случае, когда кто-то из студентов, обучаясь по бюджетной форме, отчисляется. Руслан Анатольевич уже сказал, что недоборы у нас не бывают на бюджетные места, они все заняты, поэтому только вот такое условие. И, разумеется, речь идет, ну, скажем так, о таком же конкурсном переводе, потому что, как правило, несколько студентов могут претендовать на этот перевод, на освободившееся бюджетное место. Это решает комиссия Казанского федерального университета, рассматривая заявление каждого студента в отдельности. Но такой перевод потенциально возможен. Какие условия для сокращенных сроков обучения? Где и как можно будет заранее сравнить и провести зачитывание пройденных дисциплин? – Я уже по поводу сроков сказал. Два с половиной года очная форма, три с половиной года заочная форма. Других сроков мы не предусматриваем. Очно-заочная, да, вот видите, даже сам по инерции говорит заочная. Хотя, еще раз повторяю, что по факту это, можно сказать, заочная форма, но формально это очно-заочная форма. Поэтому другие сроки здесь не предусмотрены. А перезачет зависит, опять-таки, от содержания дисциплин, которые изучал, можно сказать, не абитуриент, а студент, поскольку этот вопрос решает уже после зачисления о переводе на сокращенные сроки, исходя из того, какие дисциплины он изучил. То есть мы устанавливаем ряд дисциплин, которые мы хотели бы поставить на перезачет. Формируется так называемый индивидуальный учебный план для каждого студента, выпускника СПО, переведен на сокращенные сроки. И он обучается по этому индивидуальному учебному плану. В каком формате проходят вступительные экзамены? Вступительные испытания проходят, как теперь мы говорим, в смешанном формате. Точнее, не смешанном. Можно приехать на экзамены очно, можно сдавать экзамены удаленно, независимые иностранцы или россияне. То есть при подаче заявлений электронным вы указываете, экзамен сдаете очно или удаленно, то есть на выбор абитуриента. А проводите ли вы дни открытых дверей? Проводим ежемесячно. Пользуясь случаем, приглашаю абитуриентов прийти в гости к нам завтра. В 15.40 мы проводим день открытых дверей в очном формате. Так что приходите, будем рады. Нам добавить, куда прийти, да, адрес? Да, улица Бутлерово, дом 4. Там же мы вас встретим. Каждый месяц мы проводим очные встречи с абитуриентами. Как можно перевестись в ваш институт из другого вуза? Ну, давайте же, поскольку о всех переводах начал говорить я, я тоже продолжу. Еще раз повторяю, переводы возможны по закону образования, в том числе из одного вуза в другой. Но, опять же, здесь многое зависит от того, на какую форму обучения претендует этот студент. Если речь идет о бюджетной форме, то нужно наличие свободного бюджетного места, которых у нас, конечно, прямо могу сказать, не так часто не появляются. На контрактную форму студент может перевестись. Понятно, что в этом случае, как правило, тем более возникает разница в дисциплинах, в учебных планах, которые нужно будет доздавать, поскольку, как правило, переводится с других вузов, имеющих совершенно другую направленность, в частности, технических вузов. Еще раз подчеркну, что переводы возможны только после окончания первого семестра. Почему в плане приема нет заочного обучения? В плане приема вообще-то есть заочное обучение, я сказал, если посмотрите внимательно, у нас есть одно направление «гостиничное дело», по которому написано именно заочная форма. По двум другим формам экономика и менеджмента, как я уже сказал, в соответствии с нормативными документами, с выходом новых федеральных государственных образовательных стандартов, с 2021 года не предусмотрена заочная форма обучения. Вы ее сейчас не увидите не только в Казанском федеральном университете, но и во всех других вузах. Поэтому мы принимаем на очно-заочную форму, не буду повторяться, я уже сказал, что мы постарались максимально адаптировать для удобства обучения студентов, которые совмещают учебу или планируют совмещать учебу с работой. Ну, тут задали вопрос, я уже думаю, стоит ответить. Вступительные испытания – это и есть ЕГЭ, или это отдельный термин для иностранцев? Вступительные испытания – это альтернатива ЕГЭ. Этот термин подходит для иностранцев и для выпускников СПО и высшее образование. Они проходят вступительные испытания, но они очень похожи на ЕГЭ. Ну, а на этом все, получается. А, нет, тут… Расскажите, пожалуйста, о направлении международный бизнес. Международный бизнес – это программа, которая реализуется полностью на английском языке. Вы поступаете в КФУ, один год обучаетесь полностью у нас на английском языке. После первого курса вы проходите отбор в Лондонской школе экономики. Те, кто прошел отбор, оплачивают дополнительно обучение в Лондоне. Ну, грубо говоря, 203 у нас. И кто прошел отбор, еще и туда оплачивают примерно такую же сумму. И уже осваивают программу двух вузов. Это очень непростая программа, прямо скажем, даже сложная. И те, кто до конца дойдет, могут получить два диплома. Диплом наш и диплом одного из крупнейших и величайших вузов в рейтинге экономики. Это Лондонская школа экономики, ЛСЕ. Насколько я помню, только два вуза в России имеют такой прием. Двойной диплом с ЛСЕ – это мы и высшая школа экономики. Можно ли поступить на это направление с низким уровнем английского? Если поступить, по сути, можно. Но если английский низкий, то через какое-то время вы сами захотите оттуда уйти. Потому что обучение, повторюсь, полностью на английском языке. Ну, в плане приема указано с применением дистанционных технологий. Что это означает? Я уже сказал, что у нас по ряду профилей, скажем так, в ряде направлений, есть даже два раза звучит надо профиль. Допустим, написано «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», и тут же написано «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» в скобках с применением дистанционных технологий. Это вот как раз то, о чем я говорил, что есть возможность обучаться в дистанционном формате. Причем это возможно как на очно-заочной форме, так, в принципе, и на очной форме. Это, опять же, разрешено законодательством, законом образования. То есть в этом случае применяются дистанционные технологии, прежде всего для чтения лекций, как я уже говорил. Студенты получают цифровые образовательные ресурсы, на которых имеют возможность обучаться, изучать семинарские практические занятия. Форма контроля, она здесь уже бывает разная. Это либо очный формат, когда студенты сдают все-таки экзамен в очном формате, либо, ну, вот обычно, как мы работаем с иностранными обучающимися, это прием экзаменов тоже в дистанционном формате. Вот с той самой системой прокторинга, о которой мы сейчас уже говорили, и с которой некоторые абитуриенты столкнутся уже в рамках сдачи вступительных испытаний. Еще вопрос. По направлению госмуниципального управления, есть ли возможность работать после в государственных органах? Да, уже на третьем курсе практики в органах госмуниципального управления, то есть как раз-таки и выпускники потенциально, те, которые смогут управлять госструктурами, муниципальными структурами. Вот это прямое назначение этого направления. Да, конечно, ответ «да». Ну, а на этом все. С вами был Инсталайф для абитуриентов, и на ваши вопросы отвечали Дашин Андрей Константинович и Улингов Руслан Анатольевич. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...